Практически сразу же со сходом льда щука занимает мелководные участки, которые подходят для нереста. Это могут быть заливы, это могут быть прибрежные платы, просто какая-то береговая зона, где есть небольшая глубина. И в таких местах нам лучше всего помогут блесны, которые немного весят и которые способны планировать. Одной из первых блесен, которые я поставлю, это будет Мэпс Циклоп. Очень известная блесна от французского производителя, который в большинстве своем себя зарекомендовал как отличный производитель вращающихся блесен. Но именно Циклоп это та единственная по сути колебалочка от Мэпс, которая завоевала лавры и справедливо считается одной из лучших колеблющихся блесен для ловли щуки. Весной я буду выбирать небольшие варианты. Это единичка, это двоечка, вес 12 и 17 грамм. Причем на мелководных участках, опять же, мы поднимаем спиннинг высоко от поверхности воды, для того, чтобы блесна у нас также шла высоко, можно было проводить ее на мелководных участках. Что касается цветов, то весной в первую очередь обращайте внимание на основной кормовой объект. Так как и отнерестившаяся щука, и, собственно, небольшие щучки, которые в нересте участия не принимают, они поджидают тех рыбок, которые идут на нерест. Моя любимая расцветка это, собственно, серебро. Серебро с черными, либо красными полосами. В общем, одна из лучших весной это Мэпс Циклоп. Еще одной блесной, несомненно, заслуживающей внимания, можно назвать Вильямс Вабблер. Весной можно ловить на Вабблер 40, Вабблер 50. Это блесны, которые, во-первых, отличаются своим ребром характерным. Ну, весь вопрос не в ребре, а в том, как эта блесна играет. И, на мой взгляд, она и при медленной равномерке, даже без пауз, отлично себя показывает, и лучше всего на паузах. Помимо того, эту блесну как раз и можно проводить на мелководных участках за счет того, что площадь тела у нее большая. Когда ее ведешь, она не заглубляется, она идет более-менее по поверхности. Поэтому даже при небольшой глубине и довольно значительном размере приманки можно ее провести так, что она будет идти именно в том горизонте, где стоит щука, не цепляя дно. Поэтому можете выбирать битое стекло, можете выбирать обычные расцветки. Но классикой, опять же, является серебро-золото. Вот серебро-золото. И щука, Вильямс, любит, кушает. Главное, вовремя подсекать и не давать слабины при вываживании. Следующей блесной, которую я поставлю, будет Кусама Профессор. Эта блесна не нуждается в представлении. Если еще пару лет назад я не видел, чтобы кто-то на нее ловил, Ну, то есть, это считалась такая дорогая блесна. На самом деле, мало кто в моем регионе, по крайней мере, ее покупал. Сейчас уже бегло, проходя мимо спиннингистов, вижу, что ловят, ловят на эту блесенку. Ну, собственно, что? Довольно необычная форма. Можно цеплять тройник с двух сторон. И я предпочитаю, ну, стандартное крепление, когда у нас широкая часть идет спереди, сзади тройничок. И основной принцип ловли на Кусама Профессора, это, конечно же, паузы. Тоже, на самом деле, он далеко не сразу стал одной из моих любимых блесен. И, кстати, да, я бы сказал, что это больше, кстати, весенняя блесна, потому что со временем, ну, с потеплением, часто на передний план выходят блесны другие. Но Профессор небольшого размера весной показывает себя просто замечательно. Поэтому еще одна такая приманочка, которую я рекомендую. Хотя, не на всех водоемах. У меня такое было, что на одном водоеме косит, на другом почему-то молчит. Кусама Профессор отличный выбор. Еще одним фаворитом для меня является Рубликс Оркла. История знакомства с ней для меня составляет, ну, вот как раз где-то год. Но именно купив ее в начале марта предыдущего года, первую свою Орклу, я в нее просто влюбился. И это было именно весной. Как раз в тот момент я купил камеру, у меня было время, поэтому довольно много наснимал материала. Так что оставлю подсказочку. Переходите, смотрите, где вот эта вот небольшая блесенка Оркла весом 8 грамм. Косит практически все, все, что только можно косить. Для Орклы лучше всего подходит проводка с подергиваниями. Такой легкий твичинг. В видео вы сможете увидеть, как именно я ее провожу. Но, если вкратце, то буквально раз-два и выбираем слабину. Раз-два, выбираем слабину. И именно при такой проводке она себя лучше всего показывает. Потому что вводил ее изначально я равномеркой. Играет она красиво, вопросов никаких нет. Но поклевок не было. И я не помню. Была необходимость, в общем, от безысходности. Я уже просто дал паузу очень значительную. Положил на дно, подрыв, положил на дно, поклевка. Ну и все. И с того момента паузы паузами, а вот твичинг, подергивание, подрывы. Вот это вот в случае с Орклой работает очень классно. И сейчас у меня все друзья практически спиннингисты. После того, как я приобрел эту блесну. Те, кто со мной ездит, сейчас тоже понабирали этих Оркл. Ну и в принципе все довольны. Так что Оркла весенний вариант. Ну и конечно же, куда без него Атом. Причем весной я буду использовать советский Атом-2. Потому что при равной площади тела, при равной со многими нынешними репликами, Атом-2 имеет сравнительно небольшой вес. 15 грамм. В принципе, спинникс тот же, при весе 20 грамм, ну практически такой же по размеру. Но идет намного глубже. Намного глубже, чем именно советский Атом. Поэтому я буду использовать советский Атом. Ну, а вам советую. Есть советский, пользуйте советский. Нет советского. Можно поискать что-то другое. Можно поискать альтернативы. Суть в том, что Атом это такая блесна, которую очень сложно испортить даже плохим исполнением. Поэтому, как правило, все реплики, на которые я ловил, все они работают. Единственный минус в том, что для весны Атом идет немножечко глубоко. Но ищем такие участки, где у нас свал и выход на мель. Именно вот на вот этом свале, как правило, стоит хищник. Поэтому забрасываем, более-менее даем заглубиться, проводим. И под конец проводки ускоряем. Именно на вот этом свале. Что часто вот это вот ускорение и провоцирует хищника на атаку. Поэтому Атом-2 советский, либо же любой Атом, который вы найдете, весной используйте. Может быть не идеально подходящая под условия ловли приманка. Но зато всегда работающая. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Вот где-то здесь всплывет подсказочка о том, как я ловил весной щуку на орку. Переходите, тоже смотрите. Подписывайтесь на канал. Всем пока.